С возвращением в GTA 5, друзья! С вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы вместе с Майклом и Тревором отправимся на новое задание по ограблению. В этот раз нам предстоит ограбить товарный поезд, и вынесем мы из него целую кучу золота. Но перед тем, как мы приступим, хочу, конечно же, попросить вас, ребята, проверить, поставили лайк под этим роликом, потому что мне будет безумно приятно, если вы его влепите прямо сейчас. Конечно же, призраки, не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в нашу семью, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. И тут выходит каждый день, тебе не точно будет нравиться, поэтому, дружище, лайкосик, подписочка и колокольчик обязательно. Давайте, парни, быстрее усаживайтесь в тачку и отправляемся. Едем мы с вами в это место. Именно здесь, по нашим сведениям, будет останавливаться товарный поезд, внутри которого будет находиться золото. Я надеюсь, ребята, всё получится, потому что мы с вами что-то давненько уже не устраивали различные ограбления в GTA 5, честно говоря, я уже и не помню, когда последний раз мы с вами грабили банки. Наверное, это было, может, даже месяца три назад где-то, может, два. Короче, ребята, честно говоря, очень давно не практиковался. Кстати, всем, как всегда, желаю приятного аппетита, рассказывайте, как у вас там дела в комментариях, что вы сейчас кушаете или попиваете, а также пишите, как там ваша учёба. Сейчас пошли первые дни учёбы, ребята. Вот те самые, наверное, трудные дни, когда приходится втягиваться, вот когда ты спал целыми днями, приходится теперь опять вставать в 7, в 6 утра. Кстати, во сколько ты просыпаешься, когда отправляешься на учёбу? Я вот проспался примерно в 7.50, ну, просто я жил напротив школы, поэтому мне было идти до неё очень близко. В целом, мне кажется, хватает 20 минут, чтобы успеть собраться, покушать, там, не знаю, зубы почистить, всё, короче, сделать самые нужные утренние дела и уже реально добраться до школы. Вот всё это в 20 минут, в принципе, можно уместить. Ну, если, конечно же, ты не девочка, само собой. Там-то, да, нужно намного больше времени, прям часами иногда собираются. Эй, Тревор, сколько у тебя времени уходит для того, чтобы собраться в школу, а, дружище? Какая у тебя школа, ты уже старичок. Мне кажется, тебе лет уже, Тревор, 50-60, наверное. Кстати, реально интересно, сколько Тревору лет? Я, ребята, просто ни разу про это не читал, нигде не находил информацию, но мне кажется, старичок он уже, само собой. Блин, у нас такой броневик, что я просто еду вот так вот всех тараню, и вообще пофиг. Мне кажется, что на нём можно было бы даже пояс заторанить, вот фуру, смотрите, вообще затораниваю, офигеть, блин. Майки, стреляй там по чувакам, если вдруг будут стоять перед нами. Йоу, чё, блин, чувак в натуре, смотри, напал на нас. Чё? С пистолета пытается выстрелить. Так, Майки, давай разбирай его, чё он там, вообще офигел, что ли? Он на наш миниган решил наведеть, вообще понимаете, кубисбашенный челик. Кажется, это то самое место, да. Тут мы и должны будем провернуть первую часть нашей операции. Малюсенькое депо, рассчитанное всего лишь на один вагон, я раньше не знал, что оно тут вообще находится, если честно. Вот сколько играешь в GTA-ху, постоянно узнаешь, что это новое, даже спустя там 8 лет. Это реально очень круто. Так, ну что ж, парни, я надеюсь, вы приготовились, давайте всё сюда подбегаем. Нам нужно будет сделать всё в лучшем свете и с первой попытки, потому что если вдруг что-то пойдёт не так, то пояс просто не остановится, и мы упустим свой куш, останемся попросту ни с чем. Тревор, Майки, я вас верю, парни, давайте будем заходить вовнутрь. Всё, пушки на изготове, берём какие-нибудь стволы, не знаю, вот, отлично, да, хорошие пушки. И погнали вовнутрь, ребята. Ух, так, я надеюсь, ребята, всё получится. Так, заходим. Так. О, здравствуйте, блин! Офигеть, чувак, просто у входа стоял. Так, хорошо, что я успел, ребята, выстрелить в него. Ну, хотя у меня уже было оружие в руках, у него не было такого преимущества, как у меня. Так, ну что же, ребята, давайте осматриваться, здесь у нас находится какое-то помещение, совсем малюсенькое, видимо, как раз-таки для охранника. Попробуем, что ли, взломать этот забор, который стоит прямо по центру. Я думаю, что должно получиться. Давай, Фрэнки, Фрэнки, сделай всё правильно, главное! Парни ждут на улице! Одна попытка! Всё, карточка, карточка сработала? Да, ребята, всё! Забор открылся, и мы с вами оказываемся внутри. Так, помещение больше я никого не вижу. Ну, а здесь ещё находится у нас какой-то ноутбук. Именно по нему, по ноутбуку диспетчера, мы с вами и вызовем тот самый поезд, про который я, ребята, вам и говорил. Он должен будет остановиться как раз-таки в том месте, ребята, неподалёку отсюда. Давайте мы сейчас это с вами сделаем. Всё, мы ввели нужную команду, и нам предлагают выйти на улицу. Сейчас нам остаётся просто добраться до железной дороги, которая находится совсем неподалёку, и уже с минуты на минуту сюда должен будет прибыть тот самый товарный поезд. Поставим тачку где-нибудь вот здесь. Мне кажется, это достаточно неплохое место для того, чтобы поезд остановить. И он врежется в неё, и мы получим с вами время для того, чтобы забраться на него, а после этого украсть. А вот и поезд. Он уже приближается, ребята. Главное сейчас успеть на него запрыгнуть, или всё пойдёт на смарку. Да, ребята, это тот самый поезд. Всё, встаём и бежим быстрее. Когда он ударится в тачку, ребята, просто запрыгиваем. Вот где-нибудь здесь, например, внутрь. Всё, ребята, отлично, мы с вами находимся в поезде. Тревор, Майкл, ну что вы, со мной, парни? Давайте, главное, держитесь. Сейчас будет самое интересное. Поезд начинает просто гнать как можно быстрее. Сейчас мы с вами проберёмся, ребята, в переднюю часть поезда, где просто займём место водителя, машиниста. Для начала избавимся только от этого машиниста, потому что он будет нам только мешать. Всё, ребята, можно заходить внутрь поезда. Теперь машинистом будем мы. Всё, ребята, поезд принадлежит нам. Нам просто остаётся выднуться как можно быстрее вперёд, ребята. Отвезти поезд как можно дальше, где мы его и разгрузим. Последний вагон как раз таки является нашим вот тот самый вагон, ребята. Нам нужно будет его отцепить, достать из него всё самое необходимое и посмотреть, какой контейнер содержится внутри. Главное, чтобы сейчас нас не вычислили копы. Рано или поздно это в любом случае произойдёт. Просто чем позже, тем лучше для нас. Мы должны, ребята, сами успеть разгрузить поезд, прежде чем это произойдёт. Иначе, ну куда мы денемся с поезда? Если копы за нами объявят охоту здесь, на поезде, то мы просто никак не сможем уйти. Есть у меня некоторые идеи, где можно будет разгрузить поезд. Правда, до этого места ещё нужно добраться. Но, кстати, мы к нему уже практически приближаемся. Оно будет находиться в городе, в таком достаточно укромном месте. Блин, главное средство не слететь, потому что мы с вами на такой скорости заходим. Ребята, смотрите, сейчас опасный момент. Поезд просто сейчас затрясло. Так, капец, там все вагоны реально трясёт. Так, ребята, я понял, походу нужно всё-таки скорость маленько сбрасывать, когда залазим в такие повороты. Вот там, например, спереди вообще капец поворот. Так, сбрасываем, я думаю, ну хотя бы до 50, наверное. Вот сейчас должно быть более-менее нормально, или даже до 40. Так, нормально будет? Офигеть, блин, просто! Сверху эта полосочка нам показывает, насколько перегружим поезд. Если мы наберём полностью, ребята, то поезд просто слетит с рельс. Поэтому желательно эту полоску не заполнять. Давай, давай, поезд, живи, блин! Я специально, ребята, не сбрасываю до максимума, потому что нам нужно как можно быстрее добраться до места сброса груза. Иначе нас реально с вами, ребят, просто заметят копы раньше времени. Мне бы этого не хотелось. Я прям максимально сильно тороплюсь. Мы с вами уже приближаемся! Вот тут надо тормозить! Ребята, сбрасываем! Сбрасываем скорость! 20! Давай ещё меньше! 12! Всё! Всё, ребята, сбрасываем! Хух! Офигеть просто! Вот это я понимаю операция! Ну что, парни, вы всё нормально добрались? Чё за забором-то там стоите? Пойдёмте, будете помогать мне выгружать всю нашу добычу! Чтобы не привлекать лишнего внимания, ребята, просто запустим поезд, чтобы он ехал чисто без нас вперёд, хотя бы со скоростью 30 км в час. Прощай, поезд! Отправляйся в путь! Хух, ребят, ну что? Всё, мы всё отгрузили! Посмотрите на этот вагончик, как он у нас тут стоит! Специально отвели его вот так вот в сторону, для того, чтобы его никак нельзя было повредить! Ну, другой поезд, чтобы просто не столкнул, если что! И теперь я предлагаю пробраться вовнутрь! Давайте только сейчас зарвём дверку вот так вот, чтобы она у нас открылась! Вот так, отойдём подальше! И на счёт 3 взрыв! Давайте, парни, готовы? Раз, два, три! Взрыв! Офигеть! Ребята, мы с вами это сделали! Посмотрите, сколько тут золота, блин! Его даже больше, чем я думал, если честно! Напишите в комментариях, как думаете, сколько здесь просто в долларах! 10 миллионов долларов! 50 миллионов! Вот просто, как вы считаете, ребята, пишите в комментариях! Но мне кажется, здесь точно не меньше! Ну, 50 тысяч, мне кажется, точно не меньше! Потому что здесь гигантские слитки! И просто огромное количество этих тележек с золотом! Ну что ж, ребята, я надеюсь, что этот видосик с ограблением вам понравился! И если вы хотите увидеть как можно быстрее следующее ограбление в GTA 5, не забывайте поставить лайк под этим роликом! Ну и также, если вам просто понравился видосик! Также подписывайтесь на канал, ведь здесь выходят каждый день интересные ролики по GTA 5! Я думаю, тебе тут точно понравится! И обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале! Ну что ж, призраки, я желаю вам всем удачи! И буду ждать вас уже завтра на следующем ролике! Всем пока-пока-пока! Пока!